Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, я хочу сегодня изготовить такую приманку, которая относится к семейству мухоблесен. Значит, в чем особенность? Как вы видите, здесь имеется у нас лепесток, значит, закрепленный на верхнюшке. Эта приманка уже побывала неоднократно в пасти рыбы, значит, окунь, платва, если мельче, и красноперка пытается взять. Поэтому я изготавливать сегодня буду приманку конкретно для поимки окуня. То есть, крючок будет соответствующий и соответствующий лепесток. Такой приманкой можно использовать ее в качестве джига с щебурашкой. Также эту приманку можно дополнительно и к кастмастеру подсоединить. То есть, к любой дополнительно вашей, которая есть спиннинговая приманка, имеет какую-либо огрузку, можно спокойно добавить. Также я экспериментировал и с более такими крупными вертушками. Тоже нормально, хорошо работает. В чем есть особенность этой приманки? Значит, лепесток я изготавливаю из обыкновенного металла, который используется для жалюзей. Если у вас нет, как вы видите, толщина его не очень большая форма, вы подберете, допустим, для себя уже, друзья, сами. Теперь, на что стоит обратить внимание? Вертлюжок должен быть качественный. От этого зависит работа нашей приманки. В принципе, это можно и на звеньях собрать, но он тогда будет болтаться, не прокручиваться. И желательно соблюдать пропорции, так как, чтобы потом сам по себе, сама эта приманка не крутилась и не закручивала у нас леску. Форма, расцветка, это вы уже подберете сами. То есть, я экспериментально вот такой раздражитель делаю для рыбы, чтобы она хорошо реагировала. Это рассчитано на то, когда, допустим, кормится окунь, или же, допустим, при поимке судака джигом с щебурашкой, или на отводном поводке с другой джиговой приманкой. Тоже очень хорошо работает. Давайте приступим. Я подготовил крючок. К сожалению, как вы видите, пайка здесь не очень аккуратная. Но меня довольно-таки привлекло то, что здесь достаточно длинное цевьё. Крайне редко можно найти тройник, у которого есть удлинённое хорошее цевьё. То есть, есть возможность изготовить здесь приманку, ту, которая, допустим, может работать самостоятельно. Мы её сейчас изготовим в размере таком, чтобы можно было забрасывать спокойно ультралайтом. Но продолжение фильма «Бобинодержатель», как вы видите, были у ребят вопросы, как, допустим, как вы видите, вот я изготовил этот бобинодержатель, и сказал, что я его изготавливаю для определённых своих каких-то целей. Нитка заправляется достаточно удобно, достаточно легко, поэтому проблем в замене, допустим, нитки и катушки у нас нет никакой. Вот мы уже заправили. Но в чём есть особенность, почему я изготавливал под себя вот уже этот бобинодержатель. Если мы посмотрим внимательно, допустим, я вот изготавливал раньше, трубка я уже не помню, откуда я брал, изготавливал её, скорее всего, с насоса. И когда работаешь с тройником или с двойником, то постоянно выламывается, или же, вот как здесь будет заметно, видно уже хорошие такие царапины, то есть портится инструмент от того, что соприкасается с нашим жалом. Этот же я изготавливал конкретно, как вы видите, то есть спокойно можно работать, латунь хорошо контактирует и не портится с нашими тройниками. Поэтому вот конкретно для таких работ я для себя подготовил бобинодержатель. Нам необходимо для работы подготовить ещё наш лепесток. Лепесток, как я уже один раз рассказывал вам, если будет видно, вот как вы видите, я произвольной формы и лонг, и не лонг, не поймёшь. Но, как вы видите, вот такой каплевидной формы. По пропорциям приблизительно должен равняться длине нашего тела. Просверлил отверстие где-то полтора миллиметра диаметром и надкусил бакорезами для того, чтобы можно было завести вертлюжок. Теперь мы берём наш вертлюжок. Вертлюжок не имеет значения на разрыв. Главное, чтобы он был достаточно у нас качественно изготовлен. Одеваем его теперь вот так, как вы видите. И теперь нам необходимо аккуратненько утконосами подровнять место нашего среза. чтобы не было у нас заусенец и достаточно хорошо. Вот мы, как вы видите, соединили наш лепесток. Он хорошо крутится и нет никаких вопросов. Второй вариант это как закрепить его. Я уже неоднократно вам показывал. Я использую вот обыкновенную при вязании, при изготовлении проволоку, из которой наматываются спирали в электроплитах. Ну, в любых нагревательных элементах. Это уже не имеет значения. В стенах толщина. Вы подберёте, допустим, для себя сами. Вот у меня они имеются разные. Допустим, это у меня 0,25. Нам необходимо с вами теперь взять, продеть, как мы с вами обычно привязываем плетёнку двойным вот таким проходом через колечко. Подтянуть. И всё. Вот этого нам вполне достаточно. Вымеряем теперь только лишь ту длину, которая нам необходима. Лишнее отломаем или же откусим, как вам будет удобно. Теперь я обычно для того, чтобы более хорошо у меня держалось всё это, вначале закреплю вертлюжок, а потом уже будем выполнять огрузку. Как всегда, я использую вот такой клей. Если у вас нет, можете использовать любой клей, который достаточно крепкой, хорошей фиксации. Обязательно, чтобы у нас в дальнейшем ничего не прокручивалось, промазываем наш крючок вертлюжок. Слегка буквально вот закрепили нашу нить, больше не проматываем, так как нам для того, чтобы было более ровное наше тело, понадобится вот это углубление, которое есть в тройничке при пайке. Прикладываем. вертлюжок должен слегка-слегка выходить за вот покажу сейчас закрепим немножечко. Вот как вы видите, слегка должен выходить за колечко наш загиб. Можно спокойно подвинуть, если вы хотите сделать покороче. Это уже не столь важно. Главное, чтобы достаточно хорошо была закреплена наша проволока. Теперь я проматываю, используя вот мою ложбинку и беру проматываю еще вот так, чтобы проволока моя не выступала, а стояла по центру. И теперь чем вам будет удобно, как вам будет удобно, я обычно потом беру вот так отгибаю края и переворачиваю, закрепляю это все уже теперь в замочек. Обязательно промажем еще клеем, лишним он здесь не будет. Скажу сразу, что лепесток, невзирая на то, что вот имеет такую надкушенную небольшую у нас форму, достаточно хорошо держит себя, но проверено уже годами и жаловаться на него не приходится. Теперь, что касается огрузки. Как вы понимаете, здесь мы не можем с вами добавить шарик или любой другой какой-либо элемент, единственное, мы можем только лишь одеть очень крупную головку, которая есть для стримеров, но нам она с вами не нужна. увожу нить к загибу, оставляем. Я отрезал небольшую вот такую полоску листового свинца. Если у вас имеется вот такой круглый, пожалуйста, используйте. Нет, используйте, пожалуйста, проволоку, ту, которую медную, любой материал, который будет выполнять огрузку. И желательно нам от середины нашего крючка движемся вот так к колечку выполнить огрузку. Учитывая то, что у нас величина крючка соответствует где-то порядка шестому номеру, может, даже восьмому. Поэтому, исходя из этого, мы можем спокойно здесь с вами добавлять любые материалы. У нас не нарушается зацепистость нашего крючка. Теперь добавим немножечко опять клея. и вот это все нам надо теперь нашей ниткой подровнять. Очень-очень аккуратно, если у вас нет, допустим, навыков работы по вязанию и вы хотите изготовить, следите за тем, что вы постоянно можете свои пальцы наколоть на жало тройника. Я обычно, если очень получается надо быстро там и не всегда внимательно себя чувствую, беру, одеваю кембрики. Обыкновенный кембрик, который от капельницы, от чего угодно. Потом можно его снять. Слегка вот так подровняли наше тело. Этого вполне-вполне достаточно. Теперь нам понадобится с вами такой материал, который можно заменить на любой даббинг. Тело можно изготовить. Давайте мы хорошо еще с вами подровняем тело, чтобы скрыть все следы, потому что будет проявляться. Вот так. Понадобится даббинг. Но я даббинг обычно или же у меня имеется вот в таких наборах хендосовских разных расцветок, или же приобретаю дополнительно также хендосовские вот такие наборы, которые мне нужны по цветам через интернет. Берем с вами, учитывая то, что мы будем с вами все равно еще наносить на клей, но в то же время все равно мы немножечко добавим вот для крепости более тонкий нихром для обмотки моего тела. Оставляем здесь. Необходимо теперь слегка промазать цевьё. Так как чем крепче наш даббинг будет держаться, несмотря на то, что мы его все равно еще с вами дополнительно промотаем проволокой, все равно желательно, чтобы как можно крепче. Рассредотачиваем по нашей нитке, так, чтобы вышла вот такая приблизительно у нас конструкция. И, как я уже вам рассказывал, берем до первого касания нашего даббинга и теперь уже начинаем скручивать наш даббинг вокруг нитки, формируя тем самым, не отпуская, формируя тем самым такую веревочку даббинговую. Вот такую, друзья. И теперь начинаем аккуратненько сперва движемся к нашему загибу. Стараемся обойти все наши вот такие острые углы и не повредить руки. Очень-очень аккуратно следите за этим. Добавим еще немножко. Тело должно быть конической формы, но и в то же время достаточно должно быть даббингов, чтобы не было рыхлым. Вот приблизительно столько будет. Достаточно уводим нить нашу колечко здесь оставляем. Теперь что нам с вами понадобится? Значит, я, как обычно, беру, подбираю перо так, чтобы у меня длина обородок, как вы видите, доходила чуть ли не до загиба, чтобы была хорошая вот такая опушка. Два вари, почему я сейчас ничего не проматывал, для того, чтобы вам можно было показать. можно изготовить тело пальмер, можно изготовить тело просто с опушкой. То есть, вы для себя выберите, допустим, как вам будет удобно, это уже не имеет большого значения, так как во всех случаях приманка ловит. Я этого рассказываю для того, что в большинстве случаев вы говорите о том, что у вас недостаточно материалов, поэтому я вам показываю, как можно изготовить, используя, допустим, тот материал, который имеется у вас. Нить пока я не меняю, потому что нить достаточно крепкая, мы лучше потом с вами подкрасим. Замочек очень крепко закрепили наше перо. Следим за тем, чтобы здесь не было нагромождения. И в начале я выполняю один хороший полный оборот. И теперь выбираю для себя шаг, начинаю двигаться по телу. Следим за тем, чтобы не порвать наше перо. Не доходим буквально немножечко до нашего жала крючка. И теперь нам необходимо будет все это в обратном порядке. Вот так оставляем. В обратном порядке нам необходимо теперь двигаясь нашей проволокой закрепить раздвигая вот так бородки пера. Как вы видите дополнительно мы с вами еще закрепили и тело закрепили и перо. Цвет скажу вам честно я вот сколько уже не экспериментировал желтый оранжевый цвет всегда привлекает мою рыбу. Поэтому я стараюсь если есть или шартрес или же допустим как в моем варианте желтый. Теперь предупреждаю лучше я буду каждый раз повторяться. слегка увлажнили пальцы. Друзья мои это тройник следим за тем чтобы наши пальцы вот лучше вот так сложить их щепот щепоточкой втрое и аккуратно вот так мы все теперь перышки убираем возле колечка выполнили один полный оборот и теперь уже окончательно закрепим нашу проволоку удалим все и изготовим головку головку я изготавливаю черным цветом вот друзья мои мы с вами закончили очередную уловистую но забытую приманку пробуйте экспериментируйте с расцветками с цветами как я уже говорил достаточно самостоятельная приманка которая работает и сама по себе благодарю вас за внимание до скорых встреч встречи 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 до